АПЛОДИСМЕНТЫ Конечно, работать комфортнее, теплее и желаннее всегда на, я только хотел сказать, отечественной сцене, не совсем так, в зале, в котором находятся соотечественники, то есть люди, с которыми ты говоришь на одном языке и для которых русский язык родной. Тем не менее, совершенно драгоценные победы, которые происходят в зале нерусскоязычном, когда люди не только оценивают то, как ты исполняешь песню, не только заинтересованным материалом, в принципе, надо же, красивые песни у русских пишут, а когда люди начинают, не зная языка, понимать, что на самом деле происходит, ну, по крайней мере, с тобой, а в идеале то, что хотели бы донести до слушателя-авторы, начинают тебе сопереживать, начинают сострадать, начинают плакать вместе с тобой или смеяться, это происходит, поверьте, и это счастье. Вы сейчас прекрасно исполнили песню на шведском языке. Вы великолепный поэт на французском. На каких еще языках, Олег, Вы исполняете песни и романсы для Вашего зрителя? Всего мы исполняем, на сцену выносим, по крайней мере, репертуар на 15 языках, но в таком активном употреблении, то есть то, что можно составить в отдельные программы, это французский, итальянский, немецкий, английский, испанский, греческий, ну, украинский еще, да, то есть получается шесть языков, на которых существует просто большой репертуар. Что, Олег? Сильвуплей? Пер фавори, сейчас, потому что сейчас будет песня на итальянском языке. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok